Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии четверга. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркет с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента для того, чтобы у вас было больше информации, так необходимой для принятия торговых решений. Сегодня на повестке дня сразу два очень важных релиза. Во-первых, это решение Европейского Центрального Банка по процентной ставке. Традиционно после того, как ЕЦБ опубликует решение по ставкам и сделает сопроводительное заявление по перспективам экономического роста, роста инфляции и так далее. Фокус нашего внимания будет сосредоточен после этого на комментариях главы Европейского Центрального Банка Кристин Лагард, которая обязательно прокомментирует дальнейшие уже перспективы европейской монетарной политики. Также, друзья, сегодня состоится выступление главы Федрезерва Джерома Павла, который будет снова давать, опять же, и оценивать перспективы именно американской монетарной политики с учетом последних макроэкономических релизов и с учетом того, что сейчас всех трейдеров, инвесторов интересует, как далеко может зайти американский регулятор, разгоняя плечевую процентную ставку. Начнем давайте с европейской валюты, которая сейчас котируется на отметке 0,9987. То есть, фактически за вчерашнюю торговую сессию евро смог восстановиться в район паритета. И, наверное, главный вопрос, который сейчас волнует всех, что с евро будет дальше? Я предлагаю чуть копнуть поглубже именно сегодняшнее событие фундаментальное и просто оценить шансы на то, что Европейский Центральный Банк повысит процентную ставку. Если сослаться на прогнозы Reuters на основании опросов порядка 100 экспертов и экономистов, да, сегодня ожидается, что Европейский Центральный Банк повысит процентную ставку сразу на 0,75 байсных пунктов, то есть фактически с 0,5 до 1,25. И это решение, конечно же, оправданно, потому что Европейский Центральный Банк, так же, как и другие центральные банки мира, сейчас сталкиваются с проблемой высокой инфляции. И, как уже много раз было отмечено, во всех книжках экономической теории прописано, что одним из основных инструментов борьбы с ростом индекса потребительских цен для регуляторов является как раз ужесточение условий кредитования, ужесточение монетарной политики и вот это вот повышение процентной ставки. Мы не так уж и часто говорим про повышение процентной ставки в Европе, поскольку совершенно другие экономические условия в еврозоне. То есть на контрасте, опять же, с действием Европейского Центрального Банка, очевидно для всех, и мы, опять же, когда у нас есть возможность говорить о ключевых ставках в других странах, мы об этом говорим. Ну, на контрасте с Европейским Центральным Банком ставка Федрезерва, ставка Резервного Банка Австралии, Резервного Банка Новой Зеландии, Банка Канады, она существенно выше, чем тот уровень 0,5%, который мы видим сейчас в еврозоне. Некоторые банки прям пошли совсем уже далеко, например, Банк Канады, как вы знаете, вчера повысил ставку на 0,75%, на 75 байсных пунктов до 3,25. А ставка Европейского Центрального Банка больше, чем в 6 раз ниже еще той ставки, которая сейчас уже была достигнута в Канаде. Поэтому есть ли возможности для повышения ставки? Да, учитывая, что ЭЦБ очень сильно отстает, конечно же, Европейский Центральный Банк на текущем этапе может вести себя даже поагрессивнее многих. Но как далеко готов зайти Европейский Центральный Банк, это уже второй вопрос. И здесь не нужно ничего выдумывать, здесь нужно просто сделать отсылку на комментарии представителей Европейского Центрального Банка. В последние несколько дней их было много. В частности, они отметили, что ЭЦБ, конечно же, сейчас будет заботиться о ценовой стабильности. Но учитывая то, что ЭЦБ отвечает за европейскую экономику, которая столкнулась с беспрецедентным ростом инфляции и сейчас находится в условиях самого настоящего энергетического кризиса, со всеми вытекающими отсюда последствиями дальнейшего ухудшения экономических условий и сползания экономики в рецессию, ЭЦБ вряд ли сможет позволить себе так же активно повышать ставки, как это делает американский регулятор. Поэтому многие всерьез полагают, что текущее повышение процентной ставки, которое станет вторым в этом году, оно может быть даже, кажется, последним. И после того, как ставку доведут до 1,25%, ЭЦБ может взять паузу, опасаясь за то, что дальнейшая проактивная позиция по повышению ставок может, напротив, создать больше преград и препятствий для экономического восстановления. Я сторонник такой позиции, потому что считаю, что не нужно сравнивать сейчас еврозону с другими регуляторами, особенно с Федрезервом, потому что очень разное состояние экономики. Американская экономика устойчива, стабильна. Еврозона, 3-4 квартал, это период, когда она окажется в рецессии. И еще вспомнить, есть ли ожидания по росту углеводородов, их стоимости к концу этого года, то инфляция в еврозоне превысит значение двухзначных уровней. И, конечно же, это поставит крест на вообще каком-то подобии экономического роста этого региона на очень продолжительный период времени. В таких условиях проводить еще и крайне жесткую монетарную политику, мне кажется, даже совершенно не просто недальновидное решение, а даже какой-то глупый ход, который не вяжется с реальностью. Что может произойти с евро сегодня? Первая реакция, конечно же, опять же, по всем канонам классики экономической теории. Если регулятор агрессивно ужесточает монетарную политику, первая реакция может предполагать рост актива, который стоит, опять же, за этим регулятором. Поэтому я не удивлюсь, если сегодня пара евро-доллар восстановится еще на фигуру, там, примерно, отметки 1.01. Но вот выше данного уровня, я думаю, что евро вряд ли пройдет, и где-то там можно будет уже размещать отложки сел-лимит на то, чтобы продать с целями движения в район 0.97-0.95. И мы уже неоднократно убеждались в том, что поведение валютной пары, как раз по факту выхода значительного фундаментального события, оно как раз и вяжется с таким сценарием. То есть сначала первая реакция покупки, потом агрессивные распродажи, которые нивелируют весь тот локальный рост, который удалось показать тому или иному инструменту. Поэтому в сухом остатке по евро-доллару, если вы, друзья, в коротких позициях, знаете, я поддерживаю эту точку зрения. Я жду и даже не успокоюсь, пока евро-доллар не коснется отметки 0.95. Если вы еще только лишь думаете о том, шортить или нет европейскую валюту, ну, во-первых, от покупок я рекомендую вам вовсе воздержаться. Лучше даже вообще просто не трогать европейскую валюту. Но если вы все-таки хотите сегодня торговать и спекулировать по факту вот этого фундаментального события, то работайте через отложки, попробуйте зашортить евро по более высоким ценовым значениям. Вряд ли европейская валюта сегодня камнем вниз полетит, вниз после решения ЕЦБ. Еще раз повторюсь, скорее всего, первая реакция будет предполагать рост этого инструмента. И Крисин Лагард на пресс-конференции, безусловно, доделает уже все остальное, спровоцировав устои для распродажа европейской валюты. Индекс доллара 109.69 здесь пока без изменений. Длинная позиция по этому инструменту у нас основной сценарий. Мы хотим выжать еще больше из того роста, который идет. АСМ сфера услуг, сильный отчет 56.9, 56.7. Еще одно доказательство того, что американская экономика стабильна, устойчива. И еще одно доказательство того, что АФРС на заседание 21 сентября может повысить ставку, кстати, тоже на 75 базисных пунктов. Из вчерашних комментариев стоит выделить комментарии Мейстер и Брейнард, которые являются видными чиновниками американского регулятора. Мейстер даже обладает правом голоса, опять же, в вопросах относительно ключевой процентной ставки. Они за то, чтобы политику дальше ужесточать, потому что инфляция, к сожалению, остается высокой. И ФРС должен сделать все, чтобы, опять же, ослабить инфляционное давление в США. То есть ФРС должен обеспечивать ценовую стабильность. Золото 1715. Ждем, соответственно, ниже поддержки 1700. Снова американский фондовый рынок. Я не отказываюсь от коротких позиций. Шорт в приоритете. Доллар канадец 1.31.23. Вчера Банк Канады повысил процентную ставку, и канадская валюта укрепилась в моменте. Но мы хотели увидеть уже поддержку 1.30. Сейчас больше, чем на 100 пунктов выше данного уровня. Но если вы посмотрите дневной таймфрейм, очень хорошая разворотная информация образовалась на дневном графике. И пока у меня руки не поднимаются, чтобы закрыть именно шорт по паре доллар канадец, я его еще поддержу с целями 1.30. Рынок нефти по-прежнему не трогаем. Мы хорошо, что не стали залазить после решения ОПЕК по сокращению объема нефтедобычи на 100 тысяч баррелей в сутки. Потому что только за вчерашнюю сессию Brent и WTI потеряли от 5 до 7%. Это, конечно же, перебор. Будем смотреть за дальнейшим развитием событий. Полагаю, что, может быть, на следующей неделе все-таки вернемся к рынку нефти и уже проявим какую-то торговую активность. Но не сейчас. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...